у нас ремнат 2 вторая часть давайте продолжим ну я хочу по типу продолжить знаете почему я уже подготовился от наушников поэтому всю речь балаболки этого не будут делать и теперь это не будет слышать дважды кстати говоря сейчас про на тв идет фильм робот он типа подразумевается по типу ужастика когда голографический робот короче просто технологии выращивать в пробирках детей это типа ужастик в итоге получается в том что там просто сверхинтеллект программированный управляет всеми машинами которые есть уничтожает всех людей вокруг кроме тех то есть пробирок так развлекается давайте на еще и сделаем все-таки настроечку провернул изображение изображение качество низкое поставлю эти начи попробую шварганить нас типа по да спасибо я знаю лучшую наружу и пробовала вернемся в блок в блок 13 а то ведь или тут меня максимка я начал играть в этот выживалку тянился максимки со разговором он такая тварь одевать начала я сказал что ему отомщу и отомщу он то не знает что у меня видеокарта еще раньше появилась вы тоже не знаете я можно сказать всем вам мщу а то что вы меня нихуя не смог говорится о чем раньше вы увидите что слова основателя ты в порядке где что случилось а типа я просто вернулся он никому не пришел слишком много всего непонятного форта и веру камень давай ford кирилл к кто еще полез бы в старый блок слушай мне жаль что тебя в это впутать так что там случилось что да ладно клементина ну и где она она жива да да извините просто клементина она всем нам очень дорога надо ее найти я соберу все если она вошла в камень мира значит ее могло перенести куда угодно это точно она может быть где угодно хоть за много миров отсюда я сейчас позову брабуса и рикса скажу им чтобы 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 господи что я несу я ведь тоже не представляю что там творится я так поставлю под удар весь город что что быть лидером и героем не одно и то же лидер должен оставаться с людьми я думал она просто злилась на своего деда за то что он вечно был далеко но теперь кажется я начинаю ее понимать так начнем поспрашиваем она в полном порядке такую ничто не остановит как услышала что вы пропали так сразу вскочила на ноги врач запретила да без толку не знаю как она проводила время может искала тебя а может занималась своими делами но ее неугомонность оказалась весьма кстати она открыла магазинчик у ворот полезные штуки продает сходи к ней она страшно за тебя волнуется хоть и виду не подает говорит будто хочет уйти но не уходит я такое уже видел так как камень мира попался да когда стало ясно что вы пропали мы с риксом пошли вас искать и увидели что камень парит в воздухе и светится как раньше я не первый раз уже такое видел так что обо всем догадался вот и решил перенести его сюда чтобы сразу помогать всем кто из него явится и не зря как выяснилось вряд ли тебе бы удалось быстро выбраться из старого блока так значит ты уже имел дело с камнем мира а ты что думал где по твоему было коментина то что совсем не переживаешь за фортом так да ага когда корень был еще повсюду я помог скитальцу добраться до исходного блока правда я так и не понял где он находится с камнем мира всегда так ни за что не угадаешь где очутился и как туда попал хотя скитальцу это почему то давалось легко это типа он уже говорит про первую часть да так называли того человека это не я придумал все самое важное легло на плечи скитальца войти в блок сразиться с корнем да это первая часть так или иначе я лучше остальных знаю из таких штук может явиться что угодно так давай про клементину я знал что она ушла но не догадывался куда именно клемм часто куда-то уходила понимаешь такой уж она человек пропадала на несколько часов а то и дней я был недоволен но она же взрослый человек да и вряд ли я бы смог ее удержать и она всегда возвращалась говорила что хотела побыть в одиночестве я все понимаю просто хочу чтобы она доверяла хоть кому-то понимаешь наш основатель вообще особый случай он уже не в первый раз пропадает и даже не в пятый командир форт его внучка говорила что полагаться на основателя все равно что бежать по щепню беги не беги рано или поздно все равно поскользнешься сам бы я так не сказала но основатель форт всегда был для нас скорее вдохновителем чем лидером а когда я был маленьким все думали что он уже давно умер но основатель никогда не пропадает навечно проходит неделя год десятилетия и он каким-то чудом снова возвращается дай знать как только найдешь клемм ладно я мы все очень переживаем так а я не понял а нихуя он его перенес прям в центр городишка дженер уже говорить это говорим чем могу помочь конечно нет он улучшить а чё я уж а мне хватает ресурсов а это типа главная задача была песня так ладно я хотел что хочу есть обалдеть какие люди а слухов то было я боялась что уже тебя не увижу говорили будто бы со стариком фордом куда-то пошли и исчезли где тебя носила ммм так мы с фордом пробрались в какой-то заброшенный бункер и он активировал второй кристалл элементину затянуло внутрь и мне пришло отправиться за ней ты про тот здоровенный летающий камень бог говорил через него можно попасть в другой мир раньше я бы только посмеялась но здесь еще и не такое рассказывают а судя по твоему лицу это не выдумки да ведь тут вообще на каждом углу чудеса меня отгнили вылечили я такими темпами скоро начну верить в сказки даже в санта клауса и смесь фултона не знаю чем меня напичкала доктор нора но мне уже много лет не было так хорошо может это и была смесь фултона ты ж меня знаешь когда я долго сижу без дела у меня душа не на месте сходила вот к руинам набрала всякого добра я делала что могла чтобы хоть как-то выжить готовила все на случай если мы решим отчалить но тебя все не было босс сказал что местным этот хлам пригодится теперь вот торгую так что если тебе вдруг нужно что для похода выйти миры еще куда дай знать а то у меня много всего а бесплатно то хоть торговаться всегда готовы менять предмет на лом торговаться в блоке 13 продают самые разные товары оружие броню расходу даже врагу другие торгов с которых вы встретите в мире игры продают уникальные предметы а смолярка а у меня это типа лом продать я продавать не буду правовой корень это типа хилкин это это на 1 час кстати говоря можно выпить приходи если что-то нужно я понял о этот швар первую часть которая не разговаривает я шепот говорит много из что-нибудь для защиты я продаю броню бля это тут бля я знаю да слушай это то это тот же самый чувак просто не помню противогаз изменился он тоже был в противогазе или в какой-то маске м громилы продавать мне нечем ладно я понял шепот это типа лекаря как думаешь корень уже не вернется блин ладно я понял дожди а в блок 13 я сходить опять не могу а вообще вот к этому хотел женику подойти здравствуй прости я плохо различ лица что ты такое я думал что мы уже знакомы но ошибся у пакультех ни копыт ни рогов их трудно различать я я саис ракт хадвелл пакультех зовут меня я продаю кристаллы из своего мира они делают пакультех быстрее и сильнее с ними проще побеждать врагов цены разум а чё не вы спросим так шо ты такое самое главное что у него рога и маска а он где правит вечная императрица где резвится лань и рыщет разоритель где баланс вдыхает жизнь вот мне интересно как стало как было раньше да я помню там были вот эти ой как мы там страдали то так и сейчас 6 иначе увы нет бессмертные истребли притесняли обычных пользуясь своей силой так словно они чем-то заслужили фавны восстали против тирании и какое-то время казалось что мы можем победить затем пришла чума пакультех зовут ее корни когда я видел я эшу в последний раз она изнемогала под гнетом чумы разоритель рыщет на свободе лань пропала бунт продолжается но мой народ жаждет покоя господи я думаю с ним пиздить можно долго долго как-то сюда попал ты же понимаешь что довели странное имя что такое пакультех даже кристалл который продаешь ебать ай как-то попал свой последний визит на я решу он говорил что это возможно я не понимаю как это действует но вот теперь я здесь так откуда ты знаешь форда форт много раз бывал на яэше он помогал повстанцам свергнуть бессмертных тиранов было ясно что он хочет защитить нас он умел убивать и охотно учил этому других двел не учился у форда убивать но тоже помогал повстанцам этими самыми кристаллами и тоже был заключен за это тюрьму а я страдал много лет я не хотел платить такую цену но другой тот что странствовал между мирами освободил форда а форт освободил двел и многих других да это он этот реально идет рассказ про первую частью может там первой части мы как раз искали форда и форда мы нашли только в ейши с этими чудиками копытными рогатыми в масках его как раз таки из тюрьмы и вытащили может его не убили его просто в тюрьму посадили а тут как бы как бы немножко это не звучало но рассказывает то что я и так знаю ну в плане того что что он там их обучал рожался с ними форт все остальное и так понятно и он рассказывает как он рассказывает про другого меня который освободил форда и все там нахер разрушил пусть это не имя пакульта но именно так меня называют на их языке пакульта то есть не фавна это слово бессмысленно в мире самих пакульта но не в языке пакульта охотник и выгла бать они сделаны из кристалла который есть только на я же аханей жрецы фавнах запрещают черни использовать кристаллы но гулы обходить запреты гулы давно делают из таких кристаллов оружие или что попроще но чтобы раскрыть их истинную мощь нужен мастер такой давай узнаем откуда он их берет пакульта хочет конкурировать с двелом нет 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 двел преуспел не потому что раскрывал свои секреты ты сука а если еще вопрос на задать я вопрос его расспросил ну чё чё за кристаллы красный фрагмент реликвии пыль реликвии 15 штук надо вы получаете красный уровень и соответственно на вашего персонажа обработанная куара устанавливает выносливость начиная на 75 быстрее штраф устанавливает выносливость уменьшает на 50 процентов это длится 60 секунд ага пыль реликвии попадание в дальнем бою усиливают следующее попадание в уязвимое место на 10 процентов за каждый заряд эффект суммируется до пяти раз на 50 процентов непрерывное прицеливание увеличивает урон в дальнем бою значение до 10 на 3 секунды при использовании умений увеличить урон в ближнем бою при применении модуль оружие устанавливает 10 процентов от одного заряда в течение 10 секунд эффект суммируется увеличит урон от модулей на 10 процентов пока у вас есть серые здоровье и наносит на 10 процентов больше урон в принципе есть серое здоровье это какое пока не понимаю я пока не изучил систему серых здоровьей атаки в ближнем бою создают счет в размере 2 процента максимального запаса здоровья эффект 3 секунды суммируется 20 процентов после перезарядки этого оружия следующий выстрел из него наносит на 10 процентов больше урона эффект 23 секунды а но в принципе для какого-нибудь скорострельного оружия вот этот мутатор убийца какой-нибудь автомат да ты стреляешь 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 там обойму перезарядка и на 3 секунды на 10 процентов больше урона в течение 3 секунд из автомата стреляйте я думаю достаточно патронов ну в принципе вот вот это более-менее понятно ну и там тоже немножко понятно базовые атаки ближнего боя усиливать следующую заряженную атаку на 7 процентов эффект суммируется до 5 раз а это немножко сложный артефакт но вполне выполнимый ну просто и идет смысл что базовые атаки ближнего боя усиливают следующую заряжен заряженную атаку и по пару ударов это обычные и какой-нибудь спецудар который бывает в конце комбо какого-нибудь он будет увеличиваться на 7 процентов в течение пяти раз по пять раз это сделал и в принципе пять раз у уж улучшать ничего так а можно я забегу опять к этому к прорицателю просто не понимаю вот он там есть а толку от него о о тетя клементина не трогала тот камень мама говорит его нельзя трогать привет классный наряд а зачем тебе такой странный наряд охотник можно сапогу братья снова здесь это земля до прихода корня то есть нет после сто двадцать один год назад явился корень и убил более девяносто семи процентов населения планеты все посчитано о прости это наш дом здесь каждый нашел себе место корень нападает значительно реже чем раньше но угроза не миновала но ты так это знаешь дверь все двери были уничтожены корень больше не может пройти но пытается он не оставит попыток я вижу всякое всегда так было вижу то что не хочу это больше никто не видит это корни они переплетены я переплетен с ними через видение в детстве я думал что это кошмары мой старший брат марк меня утешал с марком жить было проще потом марк умер и пришла корневая мать она была другая не корень но и не человек меня тянуло к ней командир форт не хотел чтобы мы с ней говорили что я не послушался она научила меня понимать видение объяснила как вести себя с корнем ее больше нет и я один из немногих кто по ней скучает эти видения нужны моим сородичам и тебе с твоей подругой тоже что-то в первой части корневой матью она вроде не помирала а тут выясняется что во второй части корневая мать все таки сдохла это которая нам давала вот эти драконьи души или еще что-то я вижу то что видит корень прошлое настоящее будущее миры которых еще или уже нет корень видит все а я лишь отрывки слишком много и слишком мало корень одержим его цель гибель всего сущего но он не видит дальше забвения ему недоступны все варианты он не видит своей гибели смерть и забвение изъян ставший идеалом корень хочет лишь убивать уничтожать усмирять дарить благословенную тишину покой среди праха об этом спрашивают все но знать не хотят все так говорят но это заебал загадками говорить он не может умереть на место одного корня всегда придет другой всегда для корня не существует времени терпение это жизнь двери закрываются и открываются и за каждой ждет корень они видят лишь один исход конец всему других вариантов нет я прости не это ты хочешь услышать всегда так о я не раз тебя видел корень часто о тебе думает так я и узнал где ты будешь и где тебе довелось быть и о нашей сегодняшней встрече тоже я ничего не знаю я вижу что видит он образы силуэты событий они настолько четки что их не изменить не скажи я клементине что ты рядом тебя бы здесь не было но я ясно видел что ты придешь он тебя видел о нас ждет много разных событий в центре большинства из них ты черт его знает почему но начало всему форт я это видел я знаю последствия для меня для тебя в том числе хорошие это у него надо изготовлять эти шарики я это теперь изготовлять там симулярку нужно помните новый кристалл усложнили короче систему созданию это реликвия отча меняющий шар бросают и распределение эти разброс все распределенные очки две с половиной можно купить ничего нельзя купить пока ничего нельзя в плане того что ладно мы с ним поговорили окей если тебе нужна броня поговорить шепотом только он не из болтливых шепотом я в этой броне немножко медленный а кстати говоря лестница я не знаю какие предметы тут можно ломать на на еду под залез я рада что она выкарабкалась да 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 пришел не знаю так момент ну ладно описание какая я только прощалась которые нашли дедули что можно уже послать можно ладно я думаю вы данную и ботину книжечки на поле почитаете я специально немножко останавливаю время на паузу нажали прочитали интересного и в комментах мне вкрасе рассказали не хочу читать очень нудно особенно все вот эти книжки в таких играх и страница не заканчивается серия и я случайно нажал на рот я не думал что тут еще что то есть а уже а уже макнали читаете все он дальше олзу жмакнули читайте дальше олзу смакнули читаете дальше правильно читать на ебать но вот реально на вот эту пистанинку можно потратить больше больше 40 минут для и книжка то кончится нет вы все почитали вы молодцы а мне вкратце расскажет эй ты здесь впервые правда ведь я нора комарильо слежу чтобы никто не умер тебе повезло вас нашли вовремя твоей подруге здорово досталось я еле успела так и есть за починкой тюрьмы из плоти обращайся ко мне я уже много всякого повидала это мой дедуля так говорил для него все мы это прекрасные души заключенные в потасканном мешке из мяса он говорил это не очень научно но ведь весело же вопросы по порядку не сказать было бы чему знаешь что нужно врачу чтобы стать лучше да отчасти и еще исправлять их время от времени практика вот залог мастерства я лечу людей и так набираюсь опыта чем больше здесь больных тем быстрее я учусь их лечить и знаешь что я лучший доктор во всей округе я думаю ты единственный доктора в этой округе это все мой дед он всю жизнь лечил людей почти столько же сколько в мире был корень я начала помогать деду в пять лет бинтовала мешала микстуры делала операции и все такое сперва что попроще ну да дед как говорил раз можешь держать нож значит можешь и резать но больше всего я помогала когда лазила по старым больницам вроде сто лет прошло но там еще есть что стащить а дедуля был умный всему находил применение много чего оказалось раньше люди много знали о строении тела даже дедуля столько не знал раньше врачи умели пересаживать людям чужие легкие представляешь или приживлять печень мертвеца тому у кого отказала своя мы с дедули стольких могли бы спасти если бы тоже такое умели там много чего есть если знаешь где искать лекарства все давно разобрали зато я находила всякие инструменты и ингредиенты такое с чем никто не умел обращаться кроме нас с дедулей но кое-чего я так и не нашла у них не было лекарства от гнили вот почему столько людей поумирало когда появился корень дедуле пришлось самому придумывать как лечить больных получалось облегчить симптомы но не более того думаю и в других местах врачи умели тоже самое но когда дедуля понял как лечить больных гнилью он отправился в путь и начал учить людей не знаю откуда он начал но уверена что в ста милях отсюда больных до сих пор лечат по его методике это благодаря ему твоя подруга выжила я здесь оказалась лет десять назад моя мама умерла дедуля опасался катать меня поглуши в одиночку все вышло к лучшему в городе много полезного дедуля начал торговать бинтами и лекарствами а больных лечил бесплатно и я кстати тоже он даже ухаживал за командиром перед ее смертью он мало чем ей помог разве что облегчил уход из жизни но его все благодарили тогда мы стали в блоке своими так ладно чем еще могу помочь ну ка так ладно чем еще могу помочь конечно о какая тут познавательная история идет это просто каравула бинтик это понятно про течение я конечно бы начать такое мает эффект горения коррозия я думаю что можно купить вот эти две штучки на на всякий случай кровать кровоподтек горение навряд ли я еще сейчас буду гореть коррозия тоже навряд ли 5 электричества значок медика да то он возможно были стало на время и мы напоминает что его владеет ничего не понял очень интересную штуку увидимся я добиралась сюда в одиночку больше никого не осталось в живых бла-бла-бла-бла-бла тут есть дал тут должен быть какой-то секрет а это секретка заныкала а тут был проход и он о сколько здесь нынче новых лиц иначе жизнь налаживается здравствуй бродяга я регинар мэлоу для друзей просто реджи так меня и говорят старый основатель затащил тебя в блок по какому-то своему делу хорошо что хоть кто-то из вас уцелел а вот форт так и не вернулся и клементина тоже она ведь за вами пошла я так понимаю ты не знаешь где они сейчас это который затащили в центр города он же больше 10 лет не работал их могло занести куда угодно надеюсь все будет в порядке форт сдается мне сам вернется когда закончит свои дела вот за клементина здесь все волнуются я вообще говорить с ним скажем так мне есть что рассказать но старик мусорный зуб знает не меньше истории или ты про то что я собираю истории это правда если тебе есть что рассказать буду рад послушать а не люблю себе рассказывать я просто пытаюсь лучше как и все а я родин битва создается мне это начало хорошей истории что привело тебя сюда на мой дом на пол корень все мои родные погибли не хотелось что стало с миром вокруг видите я помогаю по всему такое нынче бывает слишком уж часто я искренне тебе соболезна здесь многие пережили то же самое но кому от этого легче нам остается только искать повод для радости хоть какой-нибудь а как вы с подругой познакомились как сестра нас послал мне жизнь если бы не она я бы есть не было мы встретились городки поняли что у нас общая цель вот это тебе повезло мало у кого остались родные допускаю с ней не родня по крови но какая разница да и раньше не было никакой не потеряю слышишь если за что и стоит сражаться так это за тех кто тебе дорог кстати о твоей подруге говорят у нее тяжелый случай гнили что с вами такое приключилось но не рассказывал как заразилась это случилось до нашей встречи и ранили здесь в городе корней казалось больше чем мы думали нас набросил с какой-то здоровье на корень обстрадала спасая меня спасала да что ж такое все им не иметься мне очень жаль это слышать я понимаю их там целые заросли я догадываюсь почему это так но об этом пусть лучше говорят другие они старые ты не переживай мы здесь не с такими справлялись все с ней будет хорошо я уверен а ты что расскажешь чего ты здесь ищешь так я просто жду когда она поправится он посмотрит но она поправилась я еще корней хочу свести с ними счет и я просто хочу помогать здесь кругом полно коряк даже не сомневайся мы с ними боремся как можем но всех пока не перебили ну рад что мы поболтали что я могу для тебя сделать задать вопрос о даже очень много да этому блоку дохуя лет а его не просто так прозвали основатель при нем все и началось конец света настал лет 120 назад плюс минус 10 тогда порт и другие выжившие укрылись здесь блоки 13 сколько было блоков но все их построили для какого-то проекта спящие правду о нем знают только форт и клементина они не любят об этом вспоминать но старый реджи умеет собирать истории кое-что я все-таки узнал в общем в блоках людей подключали к устройствам и те видели сны о других мирах но миры были настоящими и спящие видели все глазами тех кто там жил похоже на небылицу согласитесь я тоже так думал пока не встретил клементина о это финальный прям мега финальный босс сюжетной части первой части ёбаный вру он тоже чувак был подключен к аппарату только вопрос за кого он смотрел реальный сон неизвестно так ходят разные одни говорят что он заключил сделку с корнем и потому так сильно хочет его остановить другие считают что он был подопытным проекте спящие а третье что путешествие между мирами он обрел какие-то магические силы а как оно на самом деле не знает никто может даже сам я вот думаю что он просто крепкий орешек и не хочет умирать это довольно долгая история если надоест слушать так и скажи видишь ли когда мир рухнул основатель форт взвалил бремя ответственности на свои плечи мне кажется что он так до сих пор его на себе и тащит так о чем это я ах да в те дни основатель форт нес на себе тяжелое время а может и сейчас несет что он тогда мог поделать сначала ничего он просто трудился чтобы другие смогли выжить как по мне зря он перестал пусть бы лучше трудился себе и дальше может так и было бы если бы не эвелин эвелин была его женой и у нее был особый дар она слышала корень видела его глаза сначала она думала что сходит с ума но потом начала следить за корягами конце концов она увидела что к нам идет я все-таки полагаю это запись никакой битвы не будет просто познавательно рассуждающие со всеми поговорю так всеми все по делу есть что собачонка сидит рядышком со мной рядышком вот она сидит ее даже погладить можно что раз говорил что за эколога играешь тебя еще доброволец есть а все остальные бездушные твари никто не помогает и так продолжим она увидела монстра с таким не справился бы даже весь блок выхода не было она объединилась с корнем думаю так можно сказать она слилась его мыслями и отогнала монстра но корень поглотил ее тело и разум и вскоре тавелин орд не осталось ничего ее муж едва не обезумел он уходил из блока на месяце а то на годы он блуждал по разным мирам пытаясь понять как можно остановить корень и однажды он просто не вернулся подожди я еще не закончил у фордов была дочь ее звали надин лет 17 ей было когда исчезла ее мать она была слишком юной чтобы командовать но раз ее отца не было с вопросами все приходили к ней так она и стала управлять блоком надин тоже родила дочку или это при элен мы зажили так сейчас командир элен форд была прагматичная как мать и упрямая как дед а от бабушки она унаследовала готовность принимать тяжелое решение нам приходили всякие кто-то мучился от голода и жажды кто-то не мог смириться с утратой она всех принимала учил здесь многие заново обрели семью ничего-то от тебя не утаишь я многим обязан ален фор как и все мы и я страшно по ней скучаю так понятно она веришь нет было одной из спящих насколько я понял она одна из них и вышла она говорит что ее забросила в другой мир не во сне это было до вторжения корня я в этом мало что понимаю да и она думаю тоже в общем она оказалась на планете это снежный мир где живут гигантские разумные был там выжила я не знаю наверное положилась на свои способности не хочет она об этом рассказывать что поделать это просто кошмарный мир зимний мир с ужасными крысятами это пиздец да но такие силы никому не даются просто так не представляю на что и пришлось пойти чтобы ими овладеть двадцать чем-то лет назад у нас не было считай ничего мы были заперты блоки 13 идти было некуда кругом разрастался потом в разгар бури сюда приходит 11 я будет друзей набирает снаряжение и заявляет что хочет победить не знаю что это было смелость или безумие но все получилось корень был повержен и жизнь начала налаживаться когда снаружи снова стало безопасно командир порт решила построить вот это типа когда первой части идет финальная заставка типа когда мы уплываем из этого места вот это все появилось но при обстоятельства какого-то определенного времени там он сказал 20 лет опять все типа появилась парень типа опять проснулся китайца с самого начала была цель ему надо было попасть в башню на старом я думал это какой-то бред но оказалось что старая башня была одним из блоков вот только добраться до нее было непросто чтобы туда попасть китайца пришлось выслеживать основателя форда иначе было никак вот именно что случилось в башню скоро давай вроде как сам успел впутаться в дела чужого мира помогал мятежникам что ли за это его посадили в тюрьму да это я понял не знал только корневая мать она и подсказала с китайцев куда идти у корневой матери своя история я и половину не знаю до того как она стала корневой матерью ее звали эвелин да да она была женой основатель она соединилась с корнем и он изменил ее превратил в нечто иное но когда пришел скиталец у нее получилось вырваться корневая мать или как там она с той поры себя называла указала скитальцу путь в конце которого был сам основатель скиталец освободил основателя с его помощью пробрался в атолл и убил последнего спящего по крайней мере мы считали его последним это временно ослабило корень на победе было еще рано спящий был мертв буря стихла давай расскажи оказалось потом основатель форта рассказал нам о самом первом блоке где и зародился проект он думал что там можно узнать почему в наш мир до сих пор попадают коряги туда и пошел скиталец там нашлось даже больше чем ждал старый форт так там был корень да в старом блоке причем стал лучше и много пришлось пережить ну как бы да там было много дверей только необычных как у нас других одна из дверей вела в мир под названием рейсом где как раз была крементина крементина открыла проход который не мог открыть никто а то стыдно признаться но я не знаю что там было знаю только что с тех пор корень больше не приходил с китарицы крементина сделали что хотели они спасли весь мир это уже дополнение которое шло в первой части крементина могла только открыть портал и там был босс истории это наша жизнь если имени делиться и не извлекать из них уроков мы так и будем блуждать в темноте о она была просто нечто я не говорил как-то раз основатель форт вернулся почти 60 лет назад сразу после смерти его дочери матери элен элен тогда было лет 18 но она сказала деду что блоку он не нужен что там нет места для легенды прошлого который не то будет командовать не то уйдет и основатель порт похоже согласился чуть позже он снова ушел и очень долго не возвращался а когда вернулся то нами уже не командовал он как и все считал что элен с этим справиться лучше ну она сильно заболела многие из нас не успевали прощаться с близкими населен вышло иначе перед смертью она даже вроде как успела помириться с дедом они вместе решили что дальше командовать блоком будет ибо удивился этому больше всех но как по мне командир из него все те кто здесь живет растили его с детства и он благодарен им за это так что все у него получится у реджи всегда найдется лекарство это колечки увеличит весь получаемую урон на 200 не спасибо увеличивает урон огнем на 10 процентов повышает сопротивление огнем 15 и вообще вот это колечко надо одеть потому что у меня есть урон от огня первое кольцо блять приобретала во всей этой истории этот затрахал храпеть я просто понял что ты это ты замыкаешь и бать он состарился прошлой части был не такой мусорный зуб он как раз по рагу сказал ну как проснулся типа газа нет моего рагу он в первой части два вида рагу херачил для улучшения выносливости и увеличение здоровья старого мусорщика есть ответ я стал рассказы так вот мое время такое место назвали бы разве что агерем это пока еще не город вообще там самолет в дереве застрял помню он а он его все-таки привел и раз себе он все-таки к нему пришел об арбусе даже не барбус на стрельбищах я здесь дольше всех живу и больше всех знаю ну не считая форда конечно но этот старикан жульничает да и не рассказывает почти ничего ко мне могут зайти по трем причинам послушать рассказы и поесть рагу ну-ка говори чего тебе надо правда да я разве про рассказы уже говорил что причины 3 их ведь всего-то две а не три вовсе мусорному зубу могут зайти всего по двум причинам а это не просто байки бродяк это все чистое правда интересно это до потери пульса можно слушать но с чего бы начать пошли мы с ребятами из безумной восьмерки так называлась моя банда искать еду и наткнулись на старую больницу и в подвале были заперты люди они там бог знает сколько проторчали только корень их нашел тогда и мы мои ребята сразу дали дёру у нас мол восемьдесят восемь проблем начать смерть не в их числе но я остался надо было помочь а еще я знал что у них есть еда и лекарства я набросился на нет просто интересно там типа что-то интересное получить от мусорного зубра по типу там у него волшебные часы были при встрече с босса моего цинишкой можно было получить какой-то отдельный лут вопрос только здесь баек надо прослушать чтобы что-то что-нибудь наверное получить чем здесь другие истории идут я специально для вас слушаю все эти истории но суть в том что я был один в темном лесу не было ничего не пропускаю но когда как раз шли из города сюда в наш новый дом тащили на себе все мои пожитки и вот однажды ночью пробус встал и куда-то ушел я остался один на меня напали из гуще леса на меня неслись аж двадцать даже нет пятьдесят коряг мы то думали их больше не осталось а они просто ждали пока старый мусорный зуб выйдет из вертилолета но я хоть и старый он не испуглевый я шмалял на левую и направо хохотал как безумный но тут однако ряга потрала сзади и иванула меня по башке я сознательность потерял Я уж думал, что всё хана. И тут слышу, кто-то рычит. Коряги отступили, а я поднял голову и увидел пса. И пёс этот оторвал коряк на сучки. Сам что ни на есть в римом смысле. Оставшихся коряк мы завалили вместе с этой псиной. Я сразу понял, что пёсик-то не промах. Казалось, он просто унюхал моё рагу. В первой части пса никакого не было у него. Он там, а он там один сидел. Это я вроде не рассказываю. Я уже много лет... Я уже много лет... Я уже много лет... Я уже рассказываю о истории о семье. Эта семейка меня уже ничем не удивит. Взять, к примеру, командиршу форта. Ну, той, что раньше управляла этим блоком. Она была младше в семье. Это она здесь всех объединила. Говорят, мол, она померла. Но народ не знает всей правды. Видишь ли? Командирша была из них самой молодой. Но не последней. Дед её, старый форд, до сих пор не помер. Этот чокнутый старик сразился с корягами и жив остался. А бабка ейная была наполовину корнем. Люди называли её корневой матерью. И она была совсем нагуломитая. Дело в том, что форды бессмертные. Все до одного. У нас тут все были уверены, что старик форд давно дал дуба. А вот возьми, да и верни. И мне всё равно, что болтают остальные. Клянусь, жизнью моего нерождённого брата, остальные форды тоже до сих пор живут. Ну, вот это вот понятие и история о том, что всё-таки семейство форд бессмертно, может сказаться о самом форде. Потому что, типа, сколько лет прошло, типа, с момента, как мы якобы появились тут, он, в принципе, уже был стариком. И, типа, прошло там 120 лет, он всё ещё живой. В принципе, чуть-чуть больше борода стала. Ну, давай. После Адиса безумная восьмёрка пришла в деревушку гусейный родник. Или дубовое дупло? Дубовое дупло. А, точно. Лебединый ручей. А жители лебединого дупла не очень-то жаловали чужаков. И нас, стало быть, тоже. Нам и всё равно остались. Понатаскали им хороших вещичек. Это мы умели. И была там одна девушка. Я умнее её никого не встречал. А вот папаша ей нас не взлюбил. Особенно меня. Стучат к нам, стало быть, как-то разве в дверь. А я... Пошёл открывать и... Ай. Ну и вот, значит. А вот папаша ей на иначе не взлюбил. Особенно меня. Стучат к нам, стало быть, как-то разуть. Открываю я дверь, а папаша той девушке как динул мне порожек прикладом ружья. Аж зуб выбил. А потом наставил ружьё на меня. И давай кричать. Кто из вас, уродов, а я обрехатил? Это кто-то из вас был, я точно знаю. Но не стану же я спорить с тем, у кого в руках ружьё. Я глянулся, увидал свой зуб в куче мусора. Выговорю, мусорный зуб. Это что он? А он и рванул искать того, кого не существует. Ну, тогда и не существовало. В тот день мы ушли из гусиного ущелья. А прозвище осталось. Вот тогда-то и родился Брабус. Только он же не сразу родился, му? Не, точно не сразу. Он тогда не родился, а был, так сказать, задуманно. Так, ну я думаю, уже к чему-то идёт. Это я вроде не рассказываю. Как-то раз я отстал от безумной восьмёрки. Это моя банка. За нами гнались коряги. Как-то я была выше взрослого мужика. И ещё и с острыми сучьями. Невские твари. Ребята схоронились на старом складе и захлопнули дверь. И меня оставили корягом на корм. Внутрь было не попасть. А из-под земли торчали старые трубы. Кинализационные, судя по он. Но не стану же я ждать, когда меня коряги догонят. Пришлось задержать дыхание и есть трубу. Полз я полмили. И меньше. И вот, вываливаю сельство. И падаю прям среди моих ребят из безумной восьмёрки. Они как раз меня поминали. А я узнать, что встаю весь в груди и во всяком... Да, в мусоре и ул. Во всяком говнин. Да, я понял. Когда ты меня и прозвали мусорными зубами. Это уже третья история, когда тебя так прозвали. Давай что-нибудь. Это чистая правда, ей-богу. Когда мне было лет десять, я переехал в одно место под названием... Они должны дать какую-нибудь хотя бы ачивку или хуйню какой-нибудь медальончик. Он же не может выдумывать эти истории до потери пульса. Грубо говоря, мы уже час, я нихуя не делаю в этой игре. Я просто слушаю историю. Господи. Там надо было подключить какую-то батарейку. Только у ней не то хранится, а истории. Её подцепляли к колесу с лампочкой, а потом бам! На стене появлялись целые миры. Там был говорящий кролик, заикающийся породзёнок и очень вредный селезень. Видать, это что-то вроде кристалла Форда. Только внутрь никак не попасть. Уж я-то пытался, разогнался и... Бам! Больно шмякнулся. Эта штука показывала истории со звуком. Считай, переносила в другой мир. Хей! Может, тогда я и полюбил рассказывать истории, а? Что ещё есть? А как же? А я рассказывал, как одной пулей положил тридцать некорректно. Пиздёж! Безон колонку не взорвайся. Забыл, как называется. Светлана. Само не то, чтобы из винтовки стрелять. Коряг можно было валить аксобилю. Просыпаюсь я однажды ночью от шороха и водя. Прижу, а на улице повсюду коряги несколько сотен, не меньше. И вот они прут и прут. Всё думаю, она мне и тут вижу что из-за угла старого дома торчит треснувшая труба старый газовым магистрами прищерился я значит глазом который видит получше и попалился кеннеди и гусу и доллару спускаю урок и пуля несется к цели как я стрип на кролика она пробивает трубу и полыхнет ни одной твари не ну он давай еще чего-нибудь один раз прижил снов так это я помню спасибо что угостить не случилось я рассказал все что знаю и тогда я подумал правда интересно меня слушать и сразу вспомнил сразу вспомнил сразу вспомнил как внимательно слушал когда-то мамины сказки и как мой сынок брабус слушал меня пока не ушел из дома скиталец напомнил мне о семье да он рассказывал про семью да 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 благодарны старые часики он был золотые часы там были потому что это в миссии мы давали мы часы я тогда очень ничего не сказал семья это главное что есть у нас на свете а мне еще раз каш и богу я тебе рассказывал секрет моего рога и не подумал моё что он взялся так и быть и расскажу сам по себе рецепт я узнал от своей матушки это еще далеко не конец моя матушка и готовила вкусно это было бы не бог весть какая история если бы ни один случай мы с безумной восьмеркой укрылись от коряк в старом медитативном центре медицинском центре там было полно этих как их ферма цепь термоцептический дохлая пищу хайды луковицы пользе никакой но так уж повелось в общем стали мы искать чем поживиться в больничных палатах еду не хранят зато если знать что ищешь можно найти ядреные специи а уж я-то знал в тот вечер мы ели такое вкусное рагу какого в жизни не пробовали несколько дней им кормились скоро корягам надоел нас ждать и они ушли это и есть то самое рагу которое я нынче готовлю и продукты все те же самые как тогда в больничке а конечно а же получше я ебать темно больше историй то дай кто-нибудь на ком бля ты сука про всех будешь рассказывать я не пропускаю и пропускаю я не знаю надо мне это не надо я даже не смотрел какие в игре достижения есть но и говорят не к добру это предвещает переизмены и всякой такой когда я услышал его первый крик то сказал себе вот ведь странное дело похоже на карканье черного волна только ты ему не говори это все равно ведь не поверит хотя кто знает может и поверит вы ведь уже знакомы парень ты не себе нормальный парень что ты ничего хорошего на ум не лезть старость не радость дам к я головушке отдохнуть глядишь серьезно это надо было прослушать все его истории он блядь вот они пус усранного зуба но у меня уже нет я колечко купил освежающий чай поряд устанавливаем выносливости на 20 секунд и уменьшает штраф на восстановление выносливости все трансы их длить 60 минут ебать тут тут то тонику всяких добавилась увеличивать запас здоровья на 6 и 66 запас выносливости 6 скорость движения на такой шкале движение на такой шкале движение делает делает а это на 20 на 20 это на 25 единиц увеличивает а это на 6 процентов шестьдесят шесть сотых и запас здоровья и выносливости и еще скорость увеличивает ебать и это еще скорость движения на 10 минут до ебануться улучшает броню на 30 единиц уменьшает тяжесть снаряжения на 10 10 единиц надеюсь просто на десятку а это а это бесконечная хилка на час ебать и еще по пяти фону это типа тысяча две три четыре тысячи это можно все купить выживать и час идти какую-нибудь сюжетку выполнить ну грубо говоря я реально я с ним поговорю понятно я так понимаю что в течение всей компании у него можно еще дух я историк просить мясо не найдется а то картошка среди сам уже в печенках сидят печенку отрежь уйти мясо а шутка как говорится шутка минутку так даже вот вот это барбус что не выделывайся бродяга без тебя забот хватает ну так вперед задавай уже барбус вот реально это барбус а ну в прошлый раз было не ясно как они они в первой части прятали его лицо под маской не было видно но придется рассказывать что помнишь я говорил что мусорные псы были круче всех на нас никто даже тяпнуть не смел кроме одного человека то приблуда заявилась на нашу территорию как леса в курятник я сразу понял мордобой будет знатным а потом заприметил у гостя одну вещи часы которые принадлежали моему нет я сам предложил хотел было сам свернуть приблуде шею как вдруг слышу что мой батя вроде как сам отдал часы сразу так гадко на душе стало эти часы батя бы доверил только члену семьи но мне он их не давал я отпустил приблуду но часы конечно забрал потом долго на душе кошки скребли пиздит я ему предложил часы он был шоке вау откуда у тебя часы все такое там конечно раздобыть часы эти надо просто рандомно чтобы у тебя получилось потому что когда по-моему играешь сюжетную миссию там короче бля сюжетной миссии там вот эти боссы рандомно вообще появляются если тебе попадается сначала вот этот приду предводитель арбуз и с ним сражаешься а потом если ты много раз переигрывая какую-нибудь там компанию первой локации тебе попадается старикашка и с ним пиздишь на все эти истории пиздишь 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 очень долго пиздишь там сначала историю все прослушиваются а потом ты просто все прокручиваешь чтобы опять получить эти часы получаешь часы а потом опять начинаешь играть эту компанию чтоб тебе попался барбус вот когда ты заходишь барбус начинается пить диалог как при сражении но добавляется один пункт говоришь у меня есть часы от твоего бати он такой ох и бать откуда они у тебя до сюда или ты им отдаешь он тебя дают броник снарягу от заблудших псов не отпускает тебя с миром а тут пиздит я приметил пиздобол товарищи разработчики пересмотрите вашу первую финальную стадию с барбусом это я это неправда я не и я уже ему не верю я верю река этот человек изменил мир а потом я набрался смелости и сам навестил батю а он не стал злиться не смотрелся высоко усадил меня рядом и начал травить байки будто мы каждый день так болтать про часы ничего не сказал просто порадоваться надо думать батя сам хотел чтобы они в конце концов оказались у меня в общем потом мы еще много беседовали а когда стало известно что в блоке что-то новое затеяли короче мы с батей долго не думали я распустил шайку и сказал мусорным псам идти на все четыре стороны а потом мы с батей обосновались в блоке тут бывает скучновато но лучше уж так чем словить пулю в лоб про старого мусорчика его называют мусорным зубом он тут рядом обосновался он с радостью расскажет о себе и не только по нему не скажешь но он был главарем мусорных псов до того как я перехватил поводок а то он размяк не смог жить в мире где все грызутся само собой он это видит иначе но мы на этот счет не спорим пускай думает себе как хочет мне то что не знаю что еще рассказать кроме байк которые так любят местные если верить этим россказни скиталец прошел через кристаллы в другие миры а потом закрыл корягам проход и всех нас спас как по мне это ничем не лучше батиных байк это мягко сказано я не жалуюсь если что есть здесь что-то такое особенно глядишь если поживу тут еще немного пойму что именно ну слушай знаешь кто такая корневая мать эту чудилу даже коряги не трогать а те кто совсем уже свихнулся ходили к ней за сами мои парни словили одного такого утверка он попросил не убивать и выдал что в канализации есть надежное убежище ему об этом корневая мать сказала мы ясен перец все равно его убили чтобы было что жрать но парни убедили меня сходить проверить так мы нашли канал головореза перебили коряк и выяснили что защищаться там легко мы на много лет там осень короче не врал тут утырок да ты прям как эти чудики из местных корню его почитателям было на нас плевать мы сами за себя я не люблю историю когда в наше логово забредали чужие мы ставили их перед выбором убить друг друга или погибнуть я говорил что так мы отсеиваем слабых но дело было не только в этом этот обычай зародился в день когда в нашу шайку попросились чавеса его ребят да нет все они так их было всего трое все побиты будто пытались отобрать рыбу медведи чавес сказал что остальных его ребят порешили коряги и я ведь поверил хотел уже дать им добро как вдруг правая рука чавеса бабенка по странной кличке лучик как накинется на своих же с ножом но мы с мужиками начали делать ставки давно так не веселились лучик их поубивала и сообщила что чавес собирался прирезать меня во сне и встать у руля с тех пор когда к нам просились новички мы велели им драться друг с другом мы так не столько отсеивали слабых сколько избавлялись от мятежников ну слушай как-то раз зима выдалась особенно суровая к нам даже коряги не лезли но им было незачем планета сама нас убивала жрать было ничего мусорные псы кормились грабежом но в ту зиму нам некого было грабить мы угрожали людям а они смеялись словно хотели смерти и как-то раз псы ополчились друг на друга а началось все с одной паскуды по имени бирс он обвинил меня в воровстве а я ему вмазал через минуту дрались уже все такая жизнь кровь крики брать наконец я проломил бирсу черепушку и он сдох тихо гаркнул я и выждал пока народ утихо теперь у нас есть ужин в человеке мясо в среднем кило на пятьдесят такую зиму от еды отказался бы только идиот мы тогда в прямом смысле грызли друг другу глотки хорошо есть у бати моего одна правдивая история он жил в старом вертолете там была хорошая позиция чтобы отстреливать коряг по одиночке и как-то раз мусорные псы пронюхали что корни замышляют что-то серьезное я не хотел чтобы батя вот так помер так что мы устроили западню беда в том что они были быстрее чем мы ждали мы везде заложили взрывчатку но коряги явились слишком рано мы не успели воткнуть детонатор а старик подскочил посреди ночи увидел что творится завопил да как давай шмалять по корягам и походу попал таки в нашу взрывчатку потому как вся улица полыхнула сам повезло пламя задело всего пару человек зато коряк разнесло ко всем чертям бати вон до сих пор думает что сам убил три сотни корней а как же нельзя же чтобы батя думал будто он один на что-то год но эту историю он все равно рассказывает на свой да мне еще есть что рассказать хорошо сперва скажи мне вот что представь что твоя семья уже неделю голодает а еды нигде нет кроме бункер где засела кучка выживших как поступишь этом того что он такой есть а у тебя нет ничего что и они по любому поводу тебя убьют чтобы им самим было спокойно хочешь не хочешь остается или бежать или драться вот а если они вместо помощи предложат тебе свинца он все сокращает сокращает мне варианты блять рассуждаешь прям как мусорный пес я обратился к ребятам чему в этом мире нет конца в отличие от пушек жратвы и уродов у которых есть и то и другое коряга корню ведь не нужны ни пушки не еда надо было только вскрыть бункер тогда коряги зачистит убежище а все что внутри оставят на такое было время каждый сам за себя наверно жить нынче намного проще это уж точно да все это чистая правда уж всяко правдивее чем россказни моего бать ну ладно аром пушки продает винтовка лимнет дробовик скорее всего медалька ржавая медаль вторая трёпанная вещица служит напоминанием подваге самопожертвование тех кто сражался в этой войне даже если обоих подвиг уже почти никто не известно дольная катана есть 56 урона 56 урона он поизвел местам плюс я тут оружие опять такое 65 урона на шанс критического 610 по это круче множитель оглушает на 4 процента транскритом средний чок он поизвел местам плюс 10 процентов они в общем разница красненького и беленького стороны а парик зачем лучше прийдут мог что есть заряжена даже я могу попасть в этот бункер а это как прикольно он щелкает такой щелк и она прибегает а туда я не могу но в принципе все что мне надо со всем с кем я поговорил я поговорил с этим вот открылись они что-то этого не было вот есть всех убил мы пойдем сюда посмотрим здесь за проход куда этот проходит шприбаш куда-то ведет тут 13 и не знаю куда он ведет но он есть это не кристалл а теперь а суки ключик нужен ключик значит где-то наверное можно найти ключ или кто-то должен дать ключик от корабля а там наверное какой-нибудь они даже ничего по инвентарю а наш спасибо можно меня не обучать даже если мне тут все так у меня броня 14 дожди броня 14 а броня круче есть есть броня 15 этого броня 59 броня тут самый тяжелый броня 29 но сначала смотрим по броне у этого 11 и 6 и 6 он не он током а ну даже ну только маска отличается просто вес тридцать восемь нацать сколько весом у маски восемь у меня восемь то есть я тут пятьдесят девять вес вес поменьше 12 15 в этой правоподтек 28 20 броня всего на одну поменьше и вот эти да есть все равно медленно получусь ну я более-менее по весу взял поменьше просто понимаете да я вот у меня кувырки медленно я тип кувырок и мне еще надо я чуть-чуть медленно кручусь ну типа ну грубо говоря не понимаю тут пинолог даже здесь огонь молния кости он череп кровоподтек нету а у этого броня хуже а у этого броня лучше план броня то лучше а у этого то разница типа кровоподтек и и черепок но при этом косточки какие-то я не понимаю в чем тут можно как-то понять и объяснить броня который завершается шайщиком смотреть чел чел вот это я понял что ее можно смотреть прикольно смотрится что за косточки это кровотечение это горение это от от молнии что-то что такой черепок и что такой косточки вот это я пока нибудь спасибо у меня есть колечко что за кровоподтеки я не понимаю это 6 пусть с тобой кровоподтек возьму у этого огонь кости у этого черепок вес 17 она не очень плохо я и так и так медленно кручусь еще перчатки вы выжившего нормальный броня слабовато всего 8 11 или 11 смолнии этой прочит короче пока буду таким пофигу наполовинку а муж там и и то и то мне надо а так все я совсем поговорю даже если я в блок не могу вернуться я здесь могу вернуться куда-нибудь во что-нибудь запретная роща меньше а я типа и туда и туда могу да даже запретная роща давай и она сейчас как раз сохранится смотрю что это запретная роща чуть такой грубо говоря бог почти два часа я нихуя не сделал в игре и наслушался дохуя истории узнал что каждый чем торгует хотя к завтрашнему не уешь забуду то что делал потому что надо докачать левел чтобы я перекатывался быстрее какой-нибудь еще калии б 4 кольца одеть можно уедеть в прошлой части по моему а это вот это запретная ваще давайте тогда следующий раз с этой рощи начнем по мне так предлагают так пускай будет что я на сегодня наигрался бля хочу бабаски сколько я вообще наиграл уже на аккаунте время игры блять два с половиной часа я нихуя не сделал за два с половиной часа ничего вообще ничего не сделал два с половиной часа я нихуя не сделал значит мы завтра будем что-то делать я полагаю что где-то через неделю это видео как как это видео выйдет один человек точно поймет подвох один я этому человеку местью вот пустой гордиться моей нехуй будет зевать блять потому что спрятаться ото всех я могу как угодно уйти в режим инвиза нигде не светиться во время этого запросто без проблем давайте всем удачи всем пока всем спокойной ночи я пошел спать всем пока пока